Всем привет дорогие друзья, меня зовут Криптофронтмен. Сегодня мы с вами поговорим про биткоин. Мы с вами затронем, почему стало возможным или как так, что понедельник вроде бы начался более-менее, а произошло то, что случилось. Причем это действие мы видели с вами задолго и серьезные есть доказательства тому, в том числе и сегодняшнего дня. Также мы обсудим с вами денежный поток объема, это наше основное. Также мы поговорим про стратегию на месяц, вспомним ее. Соответственно поговорим про неблагоприятный сценарий. Также не обойдем стороной индекс относительной силы. Обязательно поговорим про недельный таймфрейм, а сказать есть, что тем более понедельник обновился. Затронем альткоины, в принципе вскользь все и чуть-чуть точечно по эфириуму с челинком. Насколько вы знаете в пятницу видео не было. Нет смысла снимать видео, когда у нас идет вот такой стоявшийся боковик, а самое главное всю ту неделю я прям язык до крови сбил, говоря и повторяя все одно и то же. Более того, при всех происходящих событиях я все равно оставался при своем и сценарий не менял. Самое важное, что случилось. Давайте подумаем, потому что всегда в такие моменты говорят, а что новости какие-то подвезли или еще чего-то. Да какие новости, ребят? На самом деле все гораздо проще. Нет, не в 373 году до нашей эры, а как раз таки. Если посмотреть бесплатно закрытый рефчат, то информация публиковалась 30 января. А конкретней, здесь мы рассматривали дельту объемов. Дело в том, что дельта объемов снижалась, а при этом цена росла. Это было 30 января. Далее я продолжил свою мысль уже 1 февраля, наблюдая за потенциальной дивергенцией в рамках однодневного таймфрейма по дельте объемов. А диверт на однодневном таймфрейме копится. То есть если не дадут перебой, это все выльется в дивергенцию на серьезные вещи, на дельте объемов. И вот как это выглядело. Вот здесь, тот момент, с февраля, как мы стали рассматривать, у нас объемы понижающиеся. Но с этой точки цена повышающаяся. И соответственно даже сегодня стала кульминацией после дна. Соответственно дивергенция максимально натянулась, при этом не превысив и не перебив объемы. Да, безусловно, день еще не закрылся. Вы увидели как начался он, и мы об этом тоже скажем. И вы видите как происходит его середина. Но факт остается фактом, что дивергенция у нас образовалась. И более того, с учетом некоторых составляющих, о которых мы обязательно сейчас скажем. Я буквально в 2 часа ночи в ревчате пишу, что думаю понедельник должен быть шартовый, исходя из однодневного таймфрейма. И проверим. То есть я всегда проверяю, я никогда ни в чем не уверен. Потому что, как я повторяюсь, дурак во всем прав. Только мудрец сомневается. А почему это стало возможным? Потому что произошло как минимум, ребята, 3 важнейших события из давних прогнозов, которые мы с вами делали. И они подтвердили себя. Первый, дивергенция, которая вот здесь на стахастике получила днем текущим подтверждение по фронтмену. Пожалуйста. То есть мы ровненько ночью получили с вами подтверждение. Конечно же, есть процессы на рынке, которые могут отменить данное действие. Но это все из разряда гадания на кофейной гуще. Мы таким не промышляем. Мы смотрим техническую составляющую и действуем по ней. Так мы и торгуем. Если вдруг что-то пошло не так, ничего страшного. Наш риск менеджер, мани менеджмент всегда нам поможет. Но мы знаем точно, что зайдя в позицию правильно, как минимум 7 раз из 10, вы всегда будете идти четко по правильному пути. И 3 раза что-то будет происходить из ряда вон выходящее. И кстати, этот момент вы уже могли вспомнить. То есть подтверждением по фронтмену. Ведь совсем недавно у нас была подобная ситуация. Тоже в виде я вам по факту это показал. Вот здесь у нас были повышающиеся минимумы, при этом цена падала. Здесь была конвергенция. И смотрите, как интересно. Конвергенция, которая получила подтверждение. И об этом в том числе писалось. Мы получили рост. Так здесь мы получили уже ровно, да наоборот, дивергенцию на росте. Вот такие вот ловушки. Поэтому никаких новостей. Достаточно дивергенции на дельте объемов на дневном тайфрейме. И других дивергенциях конвергенции. Но и не только это. Опять же, никто ничего не утверждает. День еще не закрылся. И мы можем закрыть сумасшедшей свечой до миллиона долларов за биткоин. Но так как вероятность этого слишком мала, мы будем ориентироваться на то, что говорили ранее и видим сейчас. Поэтому это уже был первый момент, почему я говорил, что с высокой долей вероятности понедельник должен быть шартовый. Следующий момент. Видео, которое было три дня назад, 1 февраля. Буквально вот только что. Ничего не изменилось. Мы следили с вами за среднеизвешенной ценой. И в то же время мы смотрели за денежным потоком. И помните, что в этом видео я говорил. Я не буду его включать. Я просто напомню. Я сказал. Мне все равно. Цена может двигаться вверх. Я вижу, что деньги выходят. Я вижу, что среднеизвешенное выходит. Соответственно, любое движение цены вверх будет говорить о дивергенции. И дельта это только подтверждала. Более того, вы помните, как в общедоступном телеграм-канале, обязательно вступайте, ссылка в описании под видео. Вот здесь мы напоминали, как это было. Я вам показывал, как я ожидал два сценария поведения среднеизвешенной. И как это было на момент написания поста. Все было, коррелировалось один к одному. А это на минуточку 30 января. Видео у нас было 1 февраля. И что же мы имеем на день текущий? Вот такую ситуацию. То есть, предполагалось мной вот так. А мы получили вот этот вот аппендикс. Да, мы тоже о нем говорили, что может немножко вот такое произойти. Конечно, печально, что мы не получили корреляцию один к одному, а получили корреляцию где-то один, наверное, к 0,8. Тем не менее, мы подошли к ситуации, которую рассматривали. Вот, тысячи лет назад, еще когда мы даже не двигались вверх. Вы понимаете уровень невозможности технического анализа? Что он может, когда вы в нем разбираете? То есть, тут вам и лонг, тут вам и шорт. Более того, эти действия в боковике, которые кому-то казались каким-то лекомым кусочком в плане лонга, а я вам все время говорил, будьте осторожны, друзья. И эти процессы, то, что цена росла, казалось бы, росла, хотя она топталась на одном месте в 43 тысячах. Так вот, суть в том, что мы снижались по денежному потоку, разворота нет. И вот второй момент, да, средневзвешенная, которая пошла вниз, и третья ситуация. Помните, мы говорили, что красную шапочку мы увидеть должны, и вот ее глубина. Соответственно, я попытаюсь на неделе просчитать, когда, возможно, произойдет прекращение вымывания денег, но пока мы имеем факты налицо, подтверждение дивергенции и, соответственно, два процесса, которые говорили за движение вниз. Денежный поток и средневзвешенная двигается вниз. И вот теперь, любопытно, вот этот фактор, мы получим с вами буквально пару дней коррекции и выворот вверх. Ну, как пару дней? Ну, возможно, даже до понедельника, плюс-минус. То есть, ну, возможно, там до субботы, воскресенья какой-то импульс. Я не говорю, что воскресенье, я сейчас просто сказал, как с головы. Так что, любопытно будет посмотреть завершающий фактор, потому что это ведь еще связано с тем прогнозом, который я делал на месяц со стратегией. И насколько задолго, и чем дальше вот действия, происходящие от дня нанесения траектории, тем сложнее предугадать и предсказать траекторию. Но мы посмотрим. Пока, в любом случае, неплохо идем. И основной целью, забегая вперед, в любом случае, является 41100. Лично для меня плюс-минус, а то и ниже. И этот блок мы рассмотрим чуть дальше. Только не стоит забывать, еще один маленький момент, ведь я неспроста начал это повествование видео, говоря о том, что на той неделе я много чего рассказал. И в пятницу, ну, не было смысла вообще выпускать видео. Боковики, они нудные, скучные, вообще неинтересные. И мне просто пришлось выдублировать четверг, чего я делать не хотел. Видео и так достаточно длительное, и вы могли в полной мере насладиться всласть всеми этими роликами, которые были, без перенапряжения себя. Так вот, 7 дней назад, 28 января, вы помните видео, где я впервые вам представил вариант сценарий с возможным отскоком дохлой кошки. Логика там абсолютно простая. Это когда мы от пика двигаемся до точки опоры, отскок до 05 на 618 по Фибоначчи плюс-минус, и далее падение вниз, ниже точки опоры, и там уже эта точка опоры бывает различной. Но это видео, которое было 28 января, мы фиксировали с вами, что это район примерно 36700 плюс-минус. Но дойти-то нужно было до блока 05 на 618 по Фибе, верно? Я еще раз повторяю, 7 дней назад уже было сказано тогда. И вот что мы имеем сейчас. Я прошу прощения за огромное количество линий, извините, возможно, те, у кого эпилепсия могут пострадать, вот этот блок, вот он. 05 на 618, вот этот блок, вот он. Соответственно, обратите внимание, движение цены дошло, как минимум, вот в 05 по Фибоначчи. И мы все время пытались ее пробить, не смогли. Дорогие друзья, с учетом того, с чего мы начали, то есть дельта объемов, но не дали объемов, не сумели, такими объемами невозможно пробить 05. Соответственно, есть высока вероятность, как минимум, сходить в точку опоры. Это 41100, это 3400, это 37750 и 36600, дорогие друзья. То есть 36600, это было изначально уже много месяцев, мы говорили, что с высокой долей вероятности может стать полноценным дном для этой зоны реаккумуляции по Вайкофу. Сейчас Вайкофу мы сегодня трогать не будем, но 236. Поэтому, как вы видите, планомерно идет движение. Этот сценарий, в том числе, нужно держать в голове. Вам никто сейчас не дал финсовет, если вы хотите зайти сотным плечом, что, о, класс, сейчас я залетаю в шарты, ведь мы будем падать сюда. Нет, трейдинг так не работает. Все гораздо сложнее, проще опись женской сумки провести, чем понять, как работает трейдинг, тем более криптовалю. И этот сценарий, от сколько дохлой кошки, был в январе, а в феврале мы обозначили с вами стратегию на месяц, ее стоит затронуть. Но позвольте, я немножечко сделаю отступление, вспомним RSI, индекс относительной силы. Дело в том, что мы смотрели в рамках 4 часов, и это та локальная ситуация, с которой я столкнулся. И в четверг, вы помните, я говорил о трудностях, о тяготах, с которыми мне приходится иметь дело. Ведь оно так и называлось, биткоин хитрит, с какой трудностью я столкнулся. А если вовсе смотреть на баннер, я и назвал его, что у меня раздвоение личности, потому что действительно достаточно сложная ситуация. Ну ладно, я не буду повторяться. И вот, что мы имеем. RSI, зона перекупленности, которая имела возможность, позволю себе сказать, по сей момент получить дивергенцию. Но даже с максимумом мы имеем понижение. То есть, по сути дела, идет давление с однодневного таймфрейма. А почему? Потому что мы все еще ожидаем однодневный таймфрейм из зоны перекупленности в зоне перепроданности. А мы там не были. Поэтому те процессы, которые шли, да, они приятные, интересные, давали возможность заработать на отскоке лонга. Но это все не то. Сила теряется за счет недельного таймфрейма, к которому мы сейчас подойдем. А мы говорили, никуда это не ушло. Что разгрузка недельного таймфрейма будет. Будет, дорогие друзья. И нужно разгрузиться, если мы хотим получить гипербычечку в каком-нибудь мае, а то и в июне месяце. И это все очень важно. Поэтому будьте осторожны. Поэтому 4 часа, условно говоря, разгружаются. Должны разгрузиться с высокой долей вероятности. И вот вам, пожалуйста, происходит пробой 50-й горизонтали. И вот этот поцелуй в 50-ку, да, реакция. Аэросай на дневке? Максимум, где был, 56-я горизонталь. И, и, и что? Ведь мы его здесь ждем, верно? А откуда это взялось? Да ниоткуда не взялось. Это просто никуда не девалось. Опять же, телеграм-канал, друзья, обязательно подписывайтесь. Вот, мы с вами фиксировали 300 лет тому назад. Три возможных сценария поведения РСАЯ. Как он может пойти? Что желтый, что красный, по сути дела. Здесь как раз таки и есть. Вот тут вот отмечена 56-я горизонталь. Мы допускали вплоть до 60-й горизонтали. И поэтому все процессы, которые шли, мы сказали, что это все в рамках нашего анализа. Поэтому, пожалуйста. Но после этого я полагал и ожидаю в зоне перепроданности. Все три сценария говорили только об этом. Поэтому, какая бы траектория здесь не была, коррелируется она, не коррелируется, там все равно. Факт состоит в том, что ждали именно здесь. И это очень хорошо, если это сюда придет. Это важно для биткоина. Для того, чтобы в будущем он спокойно набрался, сел и дальше пошел вверх. Поэтому очень, очень, очень хочется эти процессы получить. Еще раз. День еще не закрылся. И может быть все, что угодно. Но я привержен своему анализу, который я делал месяцы назад, недели назад. Я остаюсь при своем. Никаких преополевок, ни одна зеленая или красная свеча меня не с объективственного пути. Вернемся вскользь. Буквально по стратегии на месяц. Вот у нас, да, вот отскок духа кошки. Он же коррелируется с третьим сценарием шортовым. Помните, да? Который возможно дойти даже до 36-600. Вот так. И он реально совпадает один в один с той зоной и той области, о которой мы говорили. Еще в феврале. А это появилось в январе. Это зона, которая просто подтвердила возможный сценарий. Отскока дохлой кошки. Замечательно. А что же по тому сценарию, на который ставил я? По сути дела, вы видите три сценария. Те, кто были внимательны, вы помните. Четвертый он такой. Фантомный. Это фактор ETF. Когда мы говорили о текущих, вдруг будет прорыв. Но, как вы видите, на сегодняшний момент прорыва и чуда не случилось. Фактор ETF присутствует. Однако, ничего из рядом он выдающегося не случилось. Еще раз, объемов не дали. Даже не смогли перебить 29 января. Смех. По сценарию, на который я ставил это белый. Я допускаю движение цены в блок. 41 139 400. Блочок. То есть, в эту зону. После чего, я полагал и полагаю. По сей момент, цена должна будет, так сказать, насытиться силами. И дальше попытаться пробить вот это вот гуляй поле. И наустремиться как минимум 48 200. Это как минимум. Ну и, соответственно, эта утопичная цель. Она по-прежнему остается. Это район 52 500. Но с каждой недели силы угасают. И я сегодня покажу, что действительно это происходит. Силы покидают нас на недельки. Да, еще возможность существует. Однако, уже не так бодро, как раньше. Это касается и желтого сценария. А вот красный, естественно, блок 37 750 36 600. Это, если уж неделька совсем заболеет. Блоки, возвращая назад, просто не хочется загрязнять график. Но вы помните про них. То есть, не четко 41 100, а 41 100 тире 39 400. В этом плачке плюс-минус. Ну, учитывая заколы и так далее. Что касается недельного таймфрейма. Обратите внимание. Я еще раз хочу показать. Скользящий. Беленькая ема 10. Соответственно, самая хлипкая из этих емок. Так вот. Ближайшая серьезная поддержка. Это вот район 41 470. С учетом закола, который может быть. Вы видите, не всегда бывает. Это может быть райончик. Все тот же 41 100. То есть, вот этот район. А может быть и 41 200. Не важно. Суть состоит в том, что она слабенькая. И мы ее уже пытались пробивать. Возможно, следующая попытка будет четкая. И тогда пройдет прорыв, допустим, до района 38 600 плюс-минус. А может быть и 37 750 заколом с возвратом. Соответственно, мне кажется и видится, что тогда уже в этих моментах должно произойти условное успокоение недельного таймфрейма. Да, если все вот настолько продлится люто. После чего опять наступит условный боковик. В рамках там и того же дневного таймфрейма и так далее. Последующими отскоками. И если вдруг вот это происходит. То есть, нам желательно опускаться не ниже UOMA 200. Почему? Потому что, вы знаете, мой основной взгляд и анализ состоит в том, что мы должны увидеть перри хай. То есть, как минимум, 49 50, 49 100. Это как минимум, я полагаю, увидеть в рамках недельного таймфрейма. Но это не значит, что бодро двигаемся вверх. Нет, это условно говоря, такая последняя агония. После которой мы должны будем уже, так скажем, поплотнее подразгрузиться. И вот уже от той зоны будем смотреть. То есть, там уже может быть и относительно и больно. Что, что мы сходу сразу влетим в район UOMA 50, я не верю. Я не верю, но это не значит, что этого не может быть. Мы можем буквально до середины. Но это опять же коррелируется с тем, что мы говорили там 36 600. Может какие-то заколы в 35 и так далее. Но обязательно нужно будет возвращаться. После чего, как мы сказали, перри хай или не до хай. И, соответственно, позже мы в любом случае должны будем поцеловать с высокой долей вероятности UOMA 50. Если вы помните и внимательно смотрели за видео, мы говорили, что чаще всего. Но на истории у нас получился отскок UOMA 20, UOMA 50, UOMA 100. Интересно, какая ситуация будет в этот момент. Ну, мне кажется, в 2024 году с высокой долей вероятности увидеть UOMA 50 мы должны. Ну, UOMA 100 не исключение. Но каждую неделю они должны подтягиваться. Время есть. Потому что мы полагаем гипербычку. Строим планы. Май, июнь. Плюс, минус. Если посмотреть на денежный объем на недельном таймфрейме, он все еще заходит. И у нас лютой коррекции или там сгущение вниз. Нет. Пока нет. Силы еще есть. Да, безусловно. Условная коррекция идет. И, возможно, UOMA хочет дойти до нуля. И там отскочить или плюс-минус. Мне сейчас неведомо. Но я знаю точно, что с учетом гистограммы, с учетом RSI, да, где он находится. У нас есть высокая вероятность получить, в том числе, дивергенцию даже в рамках недельного таймфрейма. Или же, примерно в этих зонах, так сказать, реакция 70 горизонтали плюс-минус. То есть, условный отскок, который вполне может дать перехай. Но еще раз. Даже в телеграм-канале я писал себе много раз. Я всегда вам указываю, что помимо того, что я жду перехай, мы можем получить только доход. Вот, здесь пишу 23 января. Только там, скажем, 44 600, 43 650. То есть, 43 650 это одна из минимальных целей. А мы получили 43 880. Я здесь пишу, что мы можем получить сюда движение, и все. И начать откатываться снова вниз. Условно говоря, вот, в том числе, это был предвестник еще возможного отскока дохлой кошки. И той же коррекции в рамках и недели, и дневного таймфрейма. Поэтому все было сказано, написано заранее. То есть, все возможные варианты, они здесь. В чем основные, их же не тысячи, их буквально на пальцах пересчитать можно. Поэтому вы были точно вооружены. И когда мы говорим за недельный таймфрейм, нас интересует как раз-таки запомнить 55 горизонталька. И, соответственно, 45 горизонталька. То есть, в идеале, в моем маленьком мире, мы должны разгрузить недельный таймфрейм. До 55 горизонтали-45. И от этой области, от этой зоны на недельном таймфрейме, я хотел бы, полагаю, увидеть пыччие ралли to the moon ракет. Начинающиеся в районе мая-июня плюс миг. Я могу заблуждаться и ошибаться, все-таки это насколько вперед. Но, тем не менее, эти районы меня интересуют. Может ли 43 или 40? Конечно, все может быть. Но, еще раз, меня интересует 55-е, 50-е, 45-е горизонтали на недельном таймфрейме. Если посмотреть на 4-х недельный таймфрейм, то, по сути, процесс интересный. Гистограмма нам еще дает силы, объемы еще могут чего-то. Деньги у нас в том числе заходят. RSI не был в зоне перекупленности. Поэтому, в таких глобальных вещах, я получаю подтверждение своим анализом. И теперь давайте поговорим про альту. Помните, я говорил, что, с моей точки зрения, все альткоины и фундаментальные, важные, а какие? Вот именно из этого видео эту криптуру раскупают, как горячие пирожки. В этом видео вы можете увидеть все альткоины. И я говорил, что, по моему мнению, естественно, оно может быть ошибочным, я полагаю и думаю, что увижу перья хайв цен по всем тем фундаментальным монетам, или почти всем, которые говорили здесь в видео. И на день текущий, пока Чейлинг сделал это, он сделал свой перья хайв. То есть, это первая монета из этого списка, которая сделала то, о чем я говорил. Значит ли это, что из Мекки все последуют примеру Чейлинг? Нет, нет, не значит. Естественно, не все это сделают, а может быть и только Чейлинг. Самое важное для меня, как аналитика и прогнозиста, что уже начало положено, что то, о чем я говорил, уже частично произошло. Тут, естественно, мне в пору вспомнить еще раз. Что же по лайткоину? Ничего, все ровно то, что говорил и считал, и все те цели, которые обрисовывал и рисовал. Остаюсь при своем мнении. Все так же. Он в состоянии накопления, я его накапливаю потихонечку, помаленечку. Из всех монет, о которых я говорил, только лайткоин и BCH не дали тех существенных целей, о которых я говорил. В рамках того недельного таймфрейма, который все еще идет. Потому что недельный таймфрейм, то есть тот цикл недельного таймфрейма, он еще не завершился. Но времени остается в обрез. И не очень хотелось бы выйти в эфир и сказать, что, увы, ребята, с LTC и BCH, я ошибся. Хотелось бы наоборот сказать. И то же самое касается BCH. Как раз мы его вспоминали. Условно говоря, на день текущий, что BCH, что LTC держатся более-менее неплохо. И поэтому будем наблюдать и далее. Но еще раз, Чейлинг действительно совершил то, о чем говорилось. И теперь про эфириум. Помните, я говорил, что эфириум должен или, с моей точки зрения, будет гулять сам по себе. Мы говорили про эфириум в плане капитализации в одних из последних видео. Я остаюсь с того же мнения, что пройдя очень глобальный блок, эфириум не должен его отдать. То есть, да, я допускаю при каких-то кризисах, но 2000 эфириум отдать не должен. Я так считаю. И более того, я, как и говорил с Чейлингом, то есть эфириум, с моей точки зрения, должен обновить свой хайк. Опять же, в недельном цикле. Если недельный цикл заканчивается, увы, придется немножечко подождать до гипербычки. Но пока ничего особенного. Пока нудный, скучный боковик. И вы помните, что я считаю, что зона 2000 эфириум отдать не должен. Если он не отдаст 2120, это будет ярая сила быков. Ну а если мы и вовсе не дойдем до этой зоны, это будет супер сила быков. Что ж, друзья, надеюсь, видео было для вас полезным. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк и оставляйте комментарии. В описании под видео замечательной биржи BitGit. В торгую на ней вы можете попасть в закрытый бесплатный реферальный чат, где есть обучающее видео, где есть стримы со мной каждый месяц. Где я стараюсь делиться углубленной аналитикой и так далее, и так далее. Также вступайте в общедоступный телеграм-канал. Ссылочка в описании. Тикток, телеграм, твиттер. И помните, что плохой трейдер всегда падает во сне. То локоть отобьет, то щеку, то еще чего посекретней. И только опытный трейдер знает, что если ты спишь на полу, ты никогда никуда не упадешь. Но в этом есть минус. На тебя сверху может упасть плохой трейдер. Но это, как говорится, совсем другая история, если плохой и хороший трейдеры живут в одной квартире. Но и в этом вопросе нужно быть толерантным. Всем пока, счастья, здоровья, успеха, не болейте.